Реанимация орхидеи. Что делать, если листья орхидеи внезапно стали желтеть? Недавно я распаковала свои подростки молодых орхидеи, 1,7 размеров, торф в стакане, и заметила, что один из подросток стал внезапно лист за листом желтеть. Сорт Эпик. Возможно, вы также заказали подобную себе орхидейку. И я обратила внимание и узнала, осмотрев этот кустик, почему диагностировала истинную причину такого пожелтения. Это вредители. Сначала я подумала на грибковое заболевание, потому что лист действительно желтеет неспроста. Но потом я увидела самую особь вредителя – подуру. То есть это ногахвостки. Конечно же, их очень часто путают с трипсами на орхидеях. Но тем не менее, скорее всего, я подозреваю, что это была именно белая особь, подур, ногахвостки, которые и любят селиться в таких вот торфяных субстратах, которые переулажненные, где плохая аэрация, циркуляция воздуха, воздухообмен. Конечно же, всё это в таких субстратах, спрессованных по типу торф, и любят вот там и остаются, где есть разлагающиеся органика, гнилые корни. Всё это и манит этих водителей, и, конечно же, они там съедают молодые зелёные листья орхидеи. Поэтому сегодня я хочу для того, чтобы остановить эту проблему, всех своих троих подростков в торф-стакане избавить от этого компонента. Все они сидят в этом субстрате. Что касается каждого из них, очень разная симптоматика. Конкретно за этот кустик мы поговорим с вами в отдельном видеоролике, потому что с ним всё в порядке. Он, между прочим, один из самых мощных, сильных. Но есть небольшой пигмент в центре шейки. Вот здесь видно краешек листа с небольшим таким пугающим меня цветом чёрным. Я переживаю, что это может быть какое-то заболевание. И там ближе покажу, потом уже то же самое. Этот конкретный случай мы разберём в следующем отдельном видео. А вот с этими двумя экземплярчиками поработаем сегодня. Конечно же, заметны новые активные корни, которые есть как с шейки, так и я видела дома при тщательном рассмотрении. Прямо прорастает сам корень. Поэтому, конечно же, что касается корней, всё здесь в порядке. Установила я, кстати, какой сорт из них какой. Этот сорт Средка. Этот сорт Джингл Биглип. И этот сорт Эпик. Также хотела обратить внимание, вот не зря меня смутил вот этот слой, как будто по плесени. Всё это может показывать о том, что действительно на орхидейке и было, возможно, грибковое заболевание. Мы не будем его исключать полностью, как вариант, потому что могут на орхидее быть точно так же. И вредители поселиться, и орхидея может заболеть, быть поражённой грибковым заболеванием. Поэтому одно другому не мешает, одно другого не исключает. Поэтому даже если я заметила вредителя, это абсолютно не значит, что она не больна на грибок. Хотя, в принципе, как такой визуальной опасности я не установила. То есть, в принципе, скорее всего, беда должна нас миновать. Но, тем не менее, я должна сделать всё от себя зависящееся. В первую очередь, это избавиться от такого субстрата. Изначально я дала ему просохнуть, этому торфу, чтобы, может быть, они как-то сами по себе ушли. Но я вижу, что длительное время это очень влагоёмкий компонент субстрата. И он попросту очень долго так не может просохнуть, вот за ночь, за сутки. Поэтому сегодня я хочу избавить орхидейку от этого компонента. Буду делать это не спеша, для того, чтобы не повредить молодые корешочки. Торф – самая благоприятная среда для появления, заселения, размножения, там разных вредителей. Все они очень сильно любят селиться в таких залитых субстратах. Поэтому аккуратно избавляем орхидею от этого неполезного субстрата. И уже потом будет, конечно же, самостоятельная посадка. Об этом, наверное, уже в отдельном видео, специальном на эту тему, где я расскажу, какой я выберу, для них выделю объём, какой возьму горшок, в какую систему, с какими компонентами. Будет ли это органический субстрат или неорганический. Возможно, миксовка, смешанный вариант тип. Решила воспользоваться помощью ножниц, где можно дополнительно сделать срез, чтобы орхидея охотней смогла выбраться из этих оков. Вот уже она и практически мною изъята из этого объёма. Итак, дальше уже осталось делать за малым. Просто струсить этот торф. Вы, конечно, можете оставить, если вы любите такие влагоёмкие компоненты. Но вот посмотрите, я надеюсь, вам видно, что в такие места шейка немножечко сидит глубоко. И все эти даже нижние листики, они могут быть там покрыты этим субстратом. В принципе, практически, что и наблюдается в этом случае. Поэтому, конечно же, какое-то время, пускай непродолжительное, какое-то, может орхидейка находиться безопасно в таких компонентах субстрата, влагоёмких, гигроскопичных, практически без аэрации. Но если мы говорим на постоянке, на домашнее содержание, то я слабо себе представляю таких орхидей в здоровом состоянии. Итак, теперь у меня есть помощник-пинцет, который поможет мне скрупулёзно зачистить эти участки на шейке. Листик очень хрупкий, маленького размера, 1,7. Растение, что называется, практически, как есть детки у меня, даже побольше некоторые детки уже растут. Но, тем не менее, самое главное сейчас зачистить все эти места подозрения, обработать, обеззаразить эти участки до конца для того, чтобы можно быть уверенным в том, что растение теперь осталось просто прижиться уже нормальным образом, естественным путём прижиться к новым условиям. То есть, тап лечения, предварительный этап, оно должно обязательно пройти. И останется потом дело за малым. Так, с этой стороны шейка чистая. Теперь с этой стороны удаляем этот лист. Всё, очень быстро удалился. И, конечно же, осматриваем, когда удаляем лист, на подсказке, если здесь какие-то ободочки чёрные. Конечно же, они такие присутствуют, но сказать, что это самый первый сигнал к чёрной дне или нет, они всё-таки другого вида. В чёрной дне ли там как бы пятном идёт таким чёрным. Здесь немножечко всё-таки по-другому, просто небольшой такой край. Такое случается. Это может быть даже и от торфа, от того, что был контакт. И этот край постоянно был мокрым. То есть, это не грибок. Может быть, небольшое подгнивание. Здесь также шейка уже чистая. Ну что, мы полностью сбавили этот куст. Подросток орхидеи 1,7 из торфстакана, сорт Эпик. Биг лип, очень красивый. Такого сиреневого, розового окраса. Таких я не встречала. Наверное, возможно, это голландец, но из масс-маркета таких не встречала. Ну что, листья у него хорошего состояния. Если это правда, были только вредители, вот этот лист я пока оставлю. Потому что очень маленький кустик, небольшой, поэтому останется только три, этого мало. Лучше пускай орхидея его съест, если она в этом будет нуждаться, чем мы сейчас его снимем. Сейчас декоративность куста, наверное, не на первом, далеко не на первом месте, чтобы мы сказали, что если есть какое-то пожелтение, то мы должны его удалить. Пока главные корни. Так, ставим в наш объем для того, чтобы промыть корни. Полностью их очистить от остатков торфа. Вот корни должны быть вот такого вот вида. Презентабельного, образцово-показательного, чистого, зеленого. И то же самое сейчас проделаем со вторым кустиком. Пока это растение у нас будет на замачивании. Сначала корнями, а потом можно и листьями. То, что шейка попадает в воду, это не страшно. Также можно добавить, это мы уже сделаем в следующий раз, небольшое количество, а даже, наверное, сейчас я это сделаю, добавлю в сам раствор небольшое количество перекиси водорода. Из расчета на литр воды одну столовую ложку я добавлю. Сейчас я раствор равномерно распределю. И ставим наше растение корешками. Пускай идет процесс антисептической обработки кустика орхидеи, для того, чтобы никакая зараза не смогла дальше мешать здоровому ухаживанию за нашей орхидеей. Продолжение следует...